Продолжаем путешествие по Стамбулу. Стамбул это вообще как целая страна, как половина Словении, наверное, один только Стамбул. Если построить маршрут от начала Стамбула до его, ну вот, от точки до точки по берегу, то будет около 100 километров, 90 точно будет. В общем, Стамбул это не Турция. И в Стамбуле всякие разные религии, национальности встречаются, и поэтому это не так, как поехать куда-то на курорт или еще что-то. Здесь все совсем по-другому. Это еще не начало центра. Я думаю, мы будем ехать до центра еще километров 10. И вот мы уже едем сколько. И вот центральная часть, самая основная, она находится там возле Посфора, возле пролива. И в общем, самые такие движниковые места, это все там. В основном, малоэтажная застройка в Стамбуле. Очень мало здесь небоскребов, многоэтажек, потому что, я вам напоминаю, здесь было землетрясение, и прогнозируют, типа, ждут еще землетрясения, до сих пор разрушительные. Вот это вот платная магистраль. Мы на нее заехали, то есть проехали по бесплатно, и заехали с краюшку, то есть вот как люди заезжают, периодически на нее можно заезжать и съезжать. Но вообще, в целом, это вот такая широкая дорога проходит прямо через весь город, через центр, насквозь проходит. И когда удивляют вот эти вот флаги турецкие, я, наверное, ни в одной стране мира не видел такие большие, прям такие широкие, они ярко-красные такие флаги, очень красивые. И они здесь повсюду в Турции. То есть здесь именно прям чувствуется такой патриотизм, очень много у них флагов. В Стамбуле не так много, а вот если вот именно вот прям по Турции ехать, там прям очень много между городами, в маленьких городах. Много всяких разных, больших, маленьких, и они прям этот флаг любят, конечно, свой. Вот подъезжаем потихонечку к центру. Это район называется Тапкапи. Тапкапи есть, есть дворец Тапкапи есть. Я не знаю, почему его назвали так, этот дворец. Ну, дворец Султана. Султан Новый, разные султаны там жили. И потихонечку начинаются пробки. Несмотря на то, что это магистраль, она должна проходить, то есть здесь без светофора, без ничего. И сегодня еще выходной день, все равно пробки. Вот здесь вот с левой стороны, если я не ошибаюсь, начинаются стены города с Константинополя, который Султаны бомбили. Сейчас чуть-чуть поднимемся. Да, это похоже на стены города. Они минимум 3 метра были шириной. И в некоторых местах до 10 метров доходили. Вот такая сложная здесь сеть развязок. Наверху, снизу. И вот эта вот остановка, между прочим, автобусная. Прямо где-то в туннеле они сделали автобусную остановку. Там тоже автобусная остановка. Мы почти приехали. Мы прямо возле этих стен будем шить. Вот он наш дабл-три. Здесь у них тоже, как и во всех отелях приличных, подземная парковка. И вы сразу попадаете... Где-то здесь лифт должен быть, да. Вот здесь сразу вход в отель и спа и фитнес здесь. Вот сразу лифт, пожалуйста. Я уже выбрал комнату. Мы продолжаем путешествие по Стамбулу. Я уже напутешествовал на одну бесплатную комнату. То есть, вот сколько мы раз останавливались? Три раза в Стамбуле. Я уже накопил поинтов на следующую комнату. Мы сейчас куда-то, по-моему, туда пойдем. И потом по побережью туда, в старый город Стамбул. В старый... Старый... Короче говоря, в старый центр. И нам сделали апгрейд. Это... Кинг Рум. Потому что он сказал, Квин Рум, она меньше вам для двоих. То есть, я по своей карточке Хилтоновской бронирую на одного. А живем мы здесь вдвоем. Но... Вид здесь из окна так себе. Хотя, вон там чуть-чуть видно Стамбул. Но зато он больше. Зато он больше. Не выходной день. А это значит, что приехали все в Турцию, в Стамбуле, в парк. Прямо заехали вот так вот на тропинке. Поставили здесь свои машины. Арбузы тут ездят, продают. Короче, базар, вокзал. Мы сейчас идем смотреть. Здесь есть музей. Как в 14 веке брали Константинополь, Османская империя. Прямо он в этом парке находится. Здесь туалеты. Даша, по-моему, бесплатные все. Ну, удивительно, что вот машины прям вот заехали. Вот так стоят. Вот, друзья, мы пришли в музей. Вот так выглядели. Вот это, по-моему, Османские войны, а вот это Янычары. По всей видимости, у них такая шапка была. Да, это униформа и МЧАР. И у них этот, сабли, по-моему, тоже другие были. А вот это кто? Здесь что написано? А это обычная пехота, Марин. Был такой корабль у них, между прочим. До 6 часов работает, но местным 60, а туристам 300 лир в 5 раз больше стоит. Поэтому мы не пойдем. У нас протест в этот музей. И плюс ко всему здесь еще есть пушки. Вот с помощью таких пушек раскромили Константинополь, собственно. И захватили его в 1453 году. Стены когда-то великого Константинополя. Одного из самых великих городов на то время. Раньше они защищали его. Все хотели сюда залезть, а сейчас здесь просто бездомные всякие алкаши тусуются. Но Даша, если отсюда взять, и до Посфора, все равно он очень большой. По идее, поражает своими размерами. Здесь вот, например, огороды. Огороды и... На самом деле, очень мощные стены, такие укрепления. И когда, в общем, бомбили эти стены Османская империя, османские султаны, то ночью византийцы восстанавливали эти стены. И вот здесь в некоторых местах видно, как восстановили пробои. И в то время тоже восстанавливали. Туда еще как-то подняться можно на самый верх и прям по стенам погулять. Вот здесь один из проходов. Вот здесь что-то написано. Даже на английском. И, судя по всему, на греческом... На турецком все написано. Может быть, вот здесь понятно будет. Да, вот здесь написано. Это проход в город Константинополь. По всей видимости, вот система растрешных таких ворот. И здесь была она одна из них. А сейчас здесь вот таксисты просто ездят. И туда можно зайти. По-моему, бесплатно. В общем, друзья, это оказывается одни из самых длинных по протяженности стен Константинополя. Около 7 километров. С этой стороны огорода, конечно. А здесь вот кирпичами или... А, они деревяшками заложили зачем-то. Непонятно зачем. И, в общем, они названы в честь Теодосия II. А здесь вот солдаты поднимались. Вот так вот. А отсюда нападали Османской империи. Константинополь был окружен со всех сторон. Тут уже султаны строили свои города, свои башни рядом строили. Но долго не могли его взять. И вот в итоге они его взяли, конечно же. Вот. Можете посмотреть. Минимум от 3 метров ширина и до 10 метров ширина башен. Вот здесь история этих стен. Видимо, с 600-го года еще до нашей эры он существовал. Очень древний город, между прочим. все на турецком. Все на турецком. Ну и вот, собственно, этот полуостров. Все туплируется на английском. По низу вот. А и мы вот где-то здесь находимся сейчас. Возле этих стен. А, на английском, да. На английском тоже есть. Да. Невероятные стены, конечно. Здесь наверху у них тоже все очень чисто, культурно. Картины всякие разные. Висят. И вот это одна из сторожевых башен. С помощью нее можно было смотреть далеко за теми, кто хочет напасть, следить. А это уже тут опорт. Море, но она будет литься вот до моря, эта стена. Внутри Константинополя. Видите, новые дома, строя всякие разные, новые. Очень сильный ветер дует уже несколько дней в Стамбуле, в этой части. Я, честно говоря, даже не знаю, почему. А здесь мусорка у меня какая-то. Они в Турции любят такими делами заниматься. Можете пройти вот так вот, зайти в этот парк и здесь прям после этих стен посмотреть, понаблюдать, насколько они вообще могущественные были. Теперь я понимаю, почему они не могли их так долго ждать, потому что в Константинополе были очень большие резервуары с водой. сюда с помощью грядуков закачивали воду в больших количествах. И здесь есть базилики, цистерны с очень большим количеством воды, и поэтому даже город, когда в длительной осаде находился, он мог существовать автономно очень долго ждать подкрепления и так далее. Здесь они возле этого парка есть комната такая с кондиционером, и в этой комнате произвели 3D-конструкцию всех этих стен, как это вообще в общем выглядело. Поля, были очень много полей у них было внутри города. И, собственно, они с этих полей собирали еду, и в принципе город мог автономно существовать вообще спокойно. очень интересно. А вот это вот акведуки, по-моему. А вот, да, вот это акведуки, и еще здесь дороги были. Широчанные дороги. А вон той ипподром. Это один из римских императоров сделал ипподром, у них до сих пор есть эта площадь. Вот это вода вот так вот к ним приходила по этим акведукам. мосты были. Ну, все серьезно было на самом деле. Будь здоров, дядька. Вот. Вот это солдаты шагали, крестоносцы. Крестоносцы, кстати, тоже сюда в Стамбул приходили, здесь что попало творили. Их звали помогать, а они приходили и разграбляли все, и все. Типа нам там никто не заплатил. А здесь оказывается еще и вода была. Они засыпали уже эту речку. Перед тем, как попасть к этим стенам пробраться, еще и нужно было воду пройти, репку пройти. Ров был. На самом деле тут очень серьезно все было укреплено, между прочим. Не шуточки. Друзья, мы дошли до Гведука, вернее, до того, что от него осталось. Собственно, вот один из них, или даже их несколько здесь было, и они питали весь Константинополь водой. вода текла туда, в ту сторону. В общем, когда завоевывали Константинополь, вот там Галатская башня, там генуанцы находились. Мы их видели в Италии, возле Венеции. И, короче говоря, вот там были леса, где-то вот там, где многоэтажки, или может быть, где-то вот здесь. И они через эти леса около ста кораблей перетащили по бревнам. И зашли вот сюда в золотой рог воды этого золотого рога. Рога. И, собственно, напали на Константинополь. Отсюда все очень хорошо видно. И мечети все видно, и акведук вон там видно, рыбаков видно. Многие приезжают порыбачить. Некоторые вот яхту арендуют, чтобы на яхте посмотреть с моря на Стамбул. И вот это вот мечеть тоже знаменитая. Возможно, мы туда пойдем, откуда самый лучший обзор открывается. Вот, акведук, где мы сейчас только что были. И мы туда дальше пойдем, в центральную часть Стамбула. А, здесь через этот пролив можно перебраться бесплатно. Здесь много мостов. Он тот, по-моему, платный, вот на этом, в котором мы стоим бесплатный. И, возможно, там еще есть бесплатные мосты. А через Босфор, к сожалению, бесплатно никак не получится проехать. Придется платить либо за мост, либо за корабль, либо еще за что-то. А еще здесь очень сложное течение. Здесь есть надводное течение и подводное течение. Поэтому кораблям здесь очень тяжело перемещаться. Вот здесь можно увидеть, как гуляет мост. То есть, он не твердо закреплен. Несмотря на то, что он сделан из бетона, он имеет какой-то свой ход свободный. И он постоянно вот так шатается. Потому что, если он не будет шататься, двигаться, он разрушится. Он должен чуть-чуть гулять. То есть, вот мост соединяется и, особенно, когда тяжелые машины проезжают, особенно заметно, как он гуляет. Соседний мост здесь специально только для метро. Поезда метро ездят и, ну, пешеходы тоже могут перейти с одного берега на другой. А вон тот мост, по которому мы только что ходили, он, оказывается, плавучий мост на понтонах. Я думаю, его со временем разберут, уберут, потому что ну, он низкий, нефункциональный. Скорее всего, здесь только вот такие высокие мосты останутся. Друзья, башня Галата. Посмотрите, сколько здесь людей. Просто какое-то невероятное количество туристов. Я был здесь уж даже не помню, когда, в 2016 году, несколько лет назад. Утром приходил, была большая очередь, не хотел стоять, ждать. А сейчас здесь еще больше людей. Почему оно так привлекает туристов, даже не знаю. видимо, видимо, одна из самых высоких точек здесь. Скорее всего, поэтому. Башня как стояла, так и стоит. Очередь тоже. Вы можете найти видео у меня, где-то турецкое, есть про Стамбул видео, про Турцию. И там я тоже приходил, думал, пораньше утром приду, и ничего здесь не поменялось, только цена поменялась в лирах. Сейчас стоит 300 лир вход. Сколько стоил тогда, я уже не помню, но я думаю, значительно меньше. И это 300 лир, опять же, для туристов, а для местных намного меньше. Это я вам напоминаю вот эту территорию, где мы сейчас находимся с вами. Эту территорию контролировала в свое время Генуа. Рядом с Венецией там была Генуа, республика. И, в общем, они занимали менталитет, когда султан хотел завоевать Константинополь через вот этот золотой рог, через воду золотого рога хотел перейти. Они знали, что здесь будут перетаскивать корабли, и, в общем, с их молчаливого согласия, грубо говоря, они это сделали. Перетащили корабли и напали на Константинополь, потому что вот с этих сторон, сейчас я вам покажу чуть позже, стены были меньше всего укреплены. Дети угнали самокат, он разблокирован, и они катаются на нем. то есть, там нет электричества, но они его сами толкают, в общем, и катаются. Вот это я понимаю, детство без телефонов, без ничего такого. меня удивляет, как умело здесь маневрируют вот эти вот корабли. там буквально, наверное, зазор сантиметров двадцать максимум над крышей, и они здесь один за другим прям проходят под этим мостом, вот этот мост, он, видимо, один из самых старых и самый низкий. И поэтому все корабли, которые здесь ходят в этой бухте, в этой, в этом заливе Золотого Рога должны быть в такой высоте максимум. Это башня, Галатская башня, и османские войска, они, им нужно было атаковать стены, они атаковали их вот здесь вот, с вот этой стороны, куда упираются вот эти два моста, здесь были самые незащищенные стены, и они выбрали именно это место для атаки, перетащили вон там через леса свои корабли, и таким образом они напали на на Стамбул, ну и на Константинополь, и конечно же с той стороны тоже были атаки, со всех сторон напали, и таким образом им удалось захватить этот город величайший. По мосту тоже очень много рыбаков, удивительно, почему власти не запрещают здесь ловить рыбу, здесь меньше, а вот на той половине прям совсем много рыбаков, ну и вот на тех мостах, тоже, где мы с вами были, вот на том мосту тоже очень много, главное вот на том мосту, где метро, станция метро, там нет рыбаков, а вот на этих двух старых прям очень много рыбаков, и власти не запрещают здесь ловить рыбу, немного ниже дворца Табкапи, собственно, станция вокзала, сюда приходил Восточный экспресс, но поезда в Турции не популярны из-за того, что отдают предпочтение больше автобусам, и тут и спальные автобусы тоже есть в Турции, всякие разные, поэтому Восточный экспресс, он не такой популярный, вот здание, и вот этот вот фильм популярный, который снимали с Еркюлием Пуаро, где он разгадывал убийство на в общем в поезде, и он, этот поезд именно сюда пришел, в Стамбул, на эту станцию, самый центр Стамбула и Константинополя, там находится базилика, собственно, цистерны, из которых пили воду во время осады Константинополя, и за счет этой воды они могли долго существовать, здесь вот мечети, самый, что ни на есть центр центров. Все, наверное, видели, что происходит с этими мороженщиками, вот они просто так мороженое не могут отдать, им обязательно надо покривляться, побаловаться, еще что-то поделать. Отдал? Да, отдал. А вот эта вот площадь, это на самом деле очень уникальное место, оно очень древнее, и оно здесь существует, наверное, больше двух тысяч лет, ну, или около двух тысяч лет, минимум, то есть, когда здесь был еще город Византии, когда здесь была еще Византийская империя, когда здесь римские императоры были, они здесь сделали, то есть, у них был здесь не площадь, у них здесь был ипподром, и они здесь устраивали скачки, как минимум 60 дней в году, и, соответственно, это место было типа анфитеатра, то есть, сюда приходил римский император, у него была отдельная ложа, где он заседал, и, собственно, он здесь общался с народом, то есть, он не просто так общался, конечно же, как типа мы с вами общаемся, а он общался, ну, то есть, криками, люди просили его чем-то, люди, когда он там, допустим, оглашал что-то, какие-то законы, он смотрел за тем, как себя толпа ведет и так далее, то есть, он общался именно вот напрямую, такая двухсторонняя связь здесь происходила, и проходили здесь скачки, вот там, где стоят обелиски, сохранились обелиски, там был поворот, он специально был сделан, очень узкий такой поворот, чтобы, ну, те, кто разогнали здесь, она длинная, эта площадь, ну, ипподром, и, если, допустим, кто-то там не вошел в поворот, естественно, он падал, и по нему там топтались лошади, и, в общем, было, конечно, здесь очень много крови, и в те времена любили, а вот это исторический музей, только что открылся, по-моему, недавно открылся, вот прям здесь они его открыли, на этой площади, и, скорее всего, наверное, даже туда можно зайти, прямо на площади он находится, так, ну, билеты, скорее всего, тоже так же стоят, сейчас посмотрим, и здесь еще сохранились два обелиска, тоже очень интересных, я вам сейчас расскажу, но это, конечно же, мечеть Святой Софии, церковь была сначала, потом мечеть и так далее, то есть, это все тоже здесь давным-давно существует, а ну вот, тысяча лир стоит для туристов, и 250 лир стоит для местных, вот здесь еще один музей, они вот это дело любят, а мне наоборот не нравится, когда они с туристов берут в 4 раза больше денег, вот здесь, допустим, 400 стоит билет, а для местных 60 всего лишь, и вот мне вот это не нравится, потому что бывают люди, которые приезжают к Премьеру со стран с не таким высоким доходом, как хотелось бы им, наверное, в общем, вот этот обелиск, его еще тогда притащили с Египта, то есть он был принесен с Египта, по-моему, с Александрии, что ли, или через Александрию, что-то типа этого, то есть он не местный, и он был здесь именно установлен для того, чтобы показать величие Константинополя над даже над Египтом, то есть они хотели сказать, что вот видите, какие мы крутые, мы даже круче Египта, и поэтому у нас здесь этот обелиск здесь стоит, вот, а еще здесь интересно очень, то, что вот это вот, оно все стоит, и вот там где лампочки, вот эти прошектора, это раньше там была почва, то есть там как бы дно было, ну, короче говоря, уровень, нулевая точка грунта была там, то есть вот сейчас мы здесь стоим, а раньше это все было на два метра ниже, и то есть вот за сколько там, за тысячу или за две тысячи лет, это вот столько здесь появилось культурного слоя, вот, 390 лет, до Рождества, по-моему, Христова, ну, либо после, я точно не знаю, короче говоря, либо 700, либо больше двух тысяч лет этому всему, вот это, собственно, стоит император с венком, он его будет вручать победителю скачек, а вот этот обелиск они построили, пока ждали тот, потому что тот везли очень долго, и пока его еще везли, там кусочек где-то отломили, потеряли, и, в общем, это денег стоило, чтобы это все доставить, привезти, и, в общем, временно они возвели, вот этот вот, он был обшит бронзовыми такими щитами, но крестоносцы эти бронзовые листы утащили, и, в общем, осталось только это, а вот это вот, это тоже из бронзы состоит, она тоже, видите, нише, и тоже высота, вот, то есть уровень почвы был намного ниже в то время, вот это вот, здесь три змеи было, три головы змеи, одна голова здесь где-то есть в музее, а две головы потерялась, и, собственно, это все и состоит из бронзы, непонятно, почему они его не утащили, почему они его не переплавили, потому что, ну, там были времена, когда это все в монеты просто бронзу переплавляли, и все, а это каким-то целиком, каким-то чудом уцелело, вот тоже четвертый век, это, видимо, автор, скорее всего, после Рождества, но в любом случае, 1600 лет, вот это все здесь стоит, уже уровень, уровень земли здесь поднялся на два метра, я думаю, это связано с тем, что потихоньку как-то насыпали, поднимали, может быть, еще что-то, может быть, листиками засыпало, может быть, просто еще как-то засыпало песком, и вот этот вот, короче говоря, колонну, они возвели, там стоял император, он на самом верху стоял, и был сильный ветер в какой-то момент, и, короче говоря, там 10-метровая статуя, статуя, как это, короче, конструкция императора упала сюда, на площадь, и убила здесь десятерых человек, между прочим. Ну, то есть, что я вам хочу сказать, что вот это вот место, оно исторически, наверное, самое древнее здесь, то есть, здесь был ипподром, и если вы увидите, откроете в интернете Константинополь, как он выглядел раньше, и как его, в общем, рисуют, то вы сможете заметить, там большое сооружение, такое, ипподром для скачек, и вот это, собственно, он. Нет, друзья, я извиняюсь, вот сейчас мы здесь находимся, это вот, собственно, вот этот ипподром, это, вот, мечеть здесь, это, которую построили с шестьюми наветами, султан, Ахмед ее, когда строил, он переживал о том, что шесть минаретов в Мекке тоже, и, в общем, он сделал пожертвование в Мекку, и там пристроили еще седьмой минарет, а вот это вот мечеть Софии, и вот этот дворец Тапкапи, а вот здесь вот, вот на вот этом, в общем, на этой колонии стоял этот, в общем, статуя императора, и она там упала, она не здесь упала, я чуть попутал, вот, а вот здесь вот, где-то вот здесь вот, были, здесь тоже сохранились стены, и где-то вот здесь вот были самые такие хлипкие стены, и с этой стороны они напали. Мечеть, честно говоря, здесь такая умиротворенная, спокойная обстановка после Стамбула, где там все тесно, все друг у друга на головах, здесь такая чистота, и пахнет приятно. Вообще, нужно отметить, что вот в те времена, когда Европа занималась там всякой у себя ерундой, инквизициями, там, чума, там, холера, чего там только не было, здесь, в Османской империи, здесь, конечно, процветал, все процветало у них, и, ну, они здесь жили намного лучше, чем в Европе, жили лучше люди, и хотели многие, наоборот, сюда попасть, а сейчас почему-то наоборот, вот я не понимаю, почему. Еще нужно отметить, что вы можете зайти абсолютно бесплатно в любую мечеть, важно соответствовать рескоду, и вас спустят спокойненько, в отличие от Европы, там, не во всех церквях, храмах можно зайти бесплатно. Кошка, это единственное животное, которому можно, разрешено заходить в мечеть, и это, видимо, какая-то особенная здесь кошка, потому что она одна, единственная, еще и спит, видимо, ее здесь любят. Это мечеть Святой Софии, то есть, когда Сулейман, Мехмед Второй захватил Константинополь, взял, он, говорят, что он, типа, зашел туда на коне, на самом деле, он, конечно же, спустился с коня и пешком зашел для того, чтобы проявить уважение. И, собственно, вот эта мечеть во время вот этого церковь, во время, в то время, когда взяли Константинополь, здесь существовало уже. То есть, они ее перестроили, достроили минореты. Вот этот вот купол, он сделан из бетона, по всей видимости, или еще из чего-то такого. То есть, современных технологий строительства железа ничего такого не было. Он существует до сих пор. Его реконструировали, то есть, он во время землетрясения был разрушен частично. Но, в целом, вот все как есть, так и было. Там закрасили, конечно же, очень много христианских всяких разных икон и так далее. то есть, чему христиане поклоняются. И, соответственно, это стало все сейчас исламизировали полностью все здание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok